виза и мастер-карт приостановили работы в россии 6 марта 2022 года что делать если карты виза и мастер-карт выпущены российскими банками то в россии они будут работать транзакции будут обрабатываться через российскую национальную систему платежных карт нспк сохраняется полный функционал операции в банкоматах платежи перевода с карты на карту но после того как закончится срок их действия новые карты виза и мастер-карт российские банки выпускать пока не смогут нспк национальная система платежных карт была создана 2014 году для обслуживания банковских платежей в россии после того как виза и мастер-карт перестали принимать карты банков попавшие под санкс карты виза и мастер-карт выпущены зарубежными банками в россии работать не будут скорее всего с 9 марта можно ли будет находясь в россии оплачивать этими картами покупками товары и сервисов за границей ответ нет трансграничные операции по картам виза и мастер-карт будут недоступны это относится как к оплате покупок в иностранных интернет магазинах так и использованию этих карт за рубежом можно ли будет использовать за границей карт виза и мастер-карт выпущены российскими банками ответ тоже нет они прекратят работу это проблема для владельцев российских карт находящихся за рубежом по данным ассоциации туроператоров россии сейчас за границей находится не менее 150 тысяч российских туристов им лучше быть готовыми к этому снять наличные в первом доступном банкомате будут ли работать кошельки apple pay и google pay ответ нет но существует российский аналог мир он работает на android немного о карте мир каких странах она принимается турция вьетнам армения белоруссия казахстан киргизия таджикистан абхазии возможно ли санкции против систем мир в этих странах сейчас уверенно сказать об этом нельзя но теоретически это не исключено что представляет собой карта мир первые карта мир были выпущены в конце 2015 власти решили использовать для выплат их бюджета только их по данным нспк на 1 января 20 года с начала эмиссии россиянам было выдано около 95 миллион карт в 21 году национальная карта мир была основной более чем для 40 процентов россиян однако тратили они по этой карте меньше чем пользователи иностранных платежных систем наибольший процент владельцев карт мир в качестве основной у пожилого населения это 67 процентов что же делать существует кабейджинговые карты мир и китайской системы юнион пэй они должны приниматься как в россии так и в 180 странах поддерживающие работы с юнион пэй на сентябрь 21 в россии юнион пэй выпустила 4 миллиона карт на начало 22 года в россии карты юнион пэй принимает более 95 процентов пост терминалов и банкомат свыше полутора миллионов пост терминалов принимают карты юнион пэй с технологии бесконтактной оплаты квик пас какие еще здесь возникают проблемы дело в том что в смысле безналичных платежей россия до самого последнего времени развивалась стремительно и русский финтех справедливо считался одним из лучших в мире и плата за использование карточным сервисом постоянно снижалась комиссии за платежи становились совершенно незначительными чему стимулировала конкуренция платежных систем сейчас ситуация меняется и система мир и китайской юнион пэй оказываются монополистами кому и зачем нужна была система мир в двадцать первом году исследование сколково рэш российская экономическая школа провели исследование и выяснили что из 42 процентов россиян для которых карта мир является основной 84 процента выпустили и для получения социальных выплат 40 для получения зарплаты но пока карта мир нужна будет все а что мы будем с ней делать это уже другая история уход из россии виза и мастер-карт может довольно сильно ударить по многом как адаптироваться к новой реальности вероятно основные изменения закончат происходить в течение двух трех недель до конца марта самое лучшее сейчас внимательная инвентаризация своих обязательств и источников дохода и понимание где находятся ваши персональные критические точки полагаю что сегодня в миру зрит россиян снимающих за границы наличные со своих российских карт несмотря на высокий курс и налоги это понятно никто не хочет оказаться без копейки чужой стране несомненно повезло здесь тем кто например на кипре в турции или во вьетнаме скорее всего россияне придут к использованию китайских сервисов аналогичных виза и мастер-карт в большой цене очевидно будут к брендинговые сервисы пример использующий как возможности карта мир так и и union под видео найдете ссылку на текстовый конспект моего рассказа меня зовут андрей колесников подписывайтесь на канал поддерживайте канал беги себя на новых встреч